Главными самолетами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки принято считать президентские самолеты или, как их еще называют, борт номер один. Эти оборудованные по последнему слову техники воздушные лайнеры являются своеобразной визитной карточкой государства, довольно часто мелькают в новостных лентах и поэтому прекрасно знакомы практически каждому. Однако и в России, и в США есть еще один самолет, который по своему статусу нисколько не уступает, а возможно даже и превосходит президентский борт номер один. Но при этом широкой публике о нем практически ничего не известно, несмотря на то, что он сопровождает президентов во всех их перелетах. Мы говорим о воздушных командных пунктах, которые предназначены для управления стратегическими силами в случае ядерной войны. Именно на этих самолетах находится та самая пресловутая красная кнопка, нажав на которую президенты России и США могут начать ядерный Армагеддон. О крылатых штабах, получивших в народе название «Самолеты судного дня», мы поговорим в этом ролике. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного, и мы начинаем. Идея создать летающий командный пункт пришла в голову американским военным в 60-х годах прошлого века. Весь мир только что оправился от печально известного Карибского кризиса, во время которого мир прошел то, что называется по самому краю ядерной катастрофы. И впервые оказавшись перед лицом реальной угрозы правительства и Соединенных Штатов, и Советского Союза, были вынуждены признать, что большинство планов и стратегий, которые теоретически должны были помочь одержать победу в возможном ядерном конфликте, на практике никуда не годятся. Одной из таких ранее нерассматриваемых проблем и стала невозможность централизованного координирования действий при уничтожении командных пунктов. В том, что именно они станут первыми целями для ударов противника, сомневаться не приходилось. Да и возможности вражеской разведки, для которой координаты всех важных военных объектов наверняка не были секретами, каждая из сторон оценивала вполне адекватно. Так что единственным выходом уберечь командные пункты от атаки оставалось сделать их мобильными. А учитывая тот факт, что во время ядерного удара вся наземная инфраструктура будет уничтожена, то и поднять их в воздух. Так, в 1965 году по заказу американского Министерства обороны 11 заправщиков КС-135А были переделаны в самолеты-ретрансляторы для системы командования и управления войсками в случае ядерного нападения. Внешне самолеты выделялись лишь несколькими дополнительными штыревыми антеннами и наличием топливоприемника над кабиной пилота. А поскольку самолеты должны были действовать в условиях радиоактивного заражения, на хвостовую часть возле заправочной штанги были нанесены красно-белые полосы, знаки «Опасна радиация». Несмотря на то, что гонка вооружений между США и СССР находилась в тот момент в самом разгаре, и появление любой военной новинки у одной из сторон означало молниеносное создание аналога у другой в Советском Союзе, первый самолет судного дня появился почти на 30 лет позже американского. В 1992 году на базе транспортного самолета Ил-86 создан воздушно-командный пункт, получивший кодовое название Ил-80. Несмотря на то, что советский Пегас Армагеддона был создан на основе отечественного самолета, технически он мало чем отличался от Боинга Е4Б, который на тот момент выполнял роль американского летающего штаба. Не станем утомлять вас рассказами о том, как совершенствовались наши и американские самолеты судного дня, а перейдем сразу к характеристикам последних версий этих крылатых всадников апокалипсиса. Сегодня американская красная кнопка находится на борту самолета, который носит кодовое название Boeing C-32. По требованию американских ВВС эти самолеты внешне практически не отличаются от гражданских Боингов 757. на основе которых они и созданы. Правда, кроме чисто визуального сходства, у этих двух самолетов так же мало общего, как у швейной машинки и автомата Калашникова. Boeing C-32 – это настоящая летающая крепость, способная при условии дозаправки находиться в воздухе более 7 дней. Крейсерская скорость полета C-32 составляет 825 км в час на высоте 12 тысяч метров над уровнем моря. Максимальная высота для летающего штаба – 12800 метров, а пиковая скорость, до которой может разгоняться самолет, превышает 1000 км в час. Естественно, на Boeing C-32 установлено самое современное радиосвязное оборудование с аппаратурой засекречивания переговоров, приемники спутниковой навигационной системы GPS, а также система предупреждения об опасном сближении в воздухе. Помимо высочайшей степени надежности и автономности всего оборудования воздушного командного пункта, особое внимание при его разработке отводилось защите от радиации и прочих поражающих факторов ядерного взрыва. Boeing C-32 рассчитан на 16 человек экипажа и 145 пассажиров. Таким образом, американский пегас апокалипсиса без проблем может вместить руководителей всех военных департаментов Соединенных Штатов, а также президента и членов американского правительства. Всего в США существует четыре апокалиптических машины, одна из которых неотрывно следует за американским президентом, так же, как и адъютант с ядерным чемоданчиком. На случай гибели главы государства или руководителя Пентагона предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу. В Российской Федерации, так же, как и в Соединенных Штатах, существует четыре самолета судного дня. Созданы они на базе транспортного лайнера Ил-80, и в отличие от своих заокеанских аналогов, достаточно сильно отличаются от своих прототипов даже с визуальной точки зрения. Во-первых, российские летающие командные пункты полностью лишены иллюминаторов. А во-вторых, у них над кабиной пилотов размещается внушительных размеров надстройка, которую сложно назвать иначе как Горб. Разумеется, подобные характеристики самолетов судного дня строго засекречены. Однако кое-какие обрывки информации об этих машинах просочились в средства массовой информации. Начнем с того, что русские пегасы Апокалипсиса имеют гигантские для воздушного транспорта размеры. Одна только площадь крыльев Ил-80 составляет более чем 320 квадратных метров, длина самолета 59 метров, высота почти 16 метров, масса 208 тонн. Учитывая огромную, особенно с грузом и пассажирами, массу самолета, дальность его полета без дозаправки сравнительно мала – всего 3200 километров. Но, естественно, Ил-80 способен заправляться в воздухе и тем самым продлить время своего беспосадочного пребывания в небе на несколько суток. Максимальная высота, на которую может подняться судно – 11 километров, а максимальная скорость – 850 километров в час. При этом Ил-80 можно считать вчерашним днем российской командной авиации, поскольку уже в первой половине 2019 года на вооружение будет принята новая модель самолета судного дня. Находящийся в разработке воздушный генштаб проектируется на базе самолета Ил-96-400Т и будет сильно отличаться от своего предшественника. Из доступных характеристик самолета известно, что модернизированный самолет может принимать до 92 тонн полезной нагрузки. Речь, в первую очередь, идет о самом современном, безопасном и защищенном радиоэлектронном оборудовании. Длина самолета, равная почти 70 метрам, позволит разместить больше военного оборудования или предметов быта для экипажа. При этом размеры самого оборудования будут существенно уменьшены, что позволит разместить в лайнере дополнительные топливные баки. Таким образом, максимальная дальность полета без дозаправки увеличится более чем в три раза и составит 11 тысяч километров. Новый летающий штаб сможет взять на борт 423 человека, а техническая электронная начинка самолета позволит менять сценарий направления целей поражения за несколько секунд. Разумеется, в случае наступления реальной ядерной катастрофы, воздушные пункты управления разделят судьбу сограждан, какой бы она ни была. Только сначала уничтожат страну агрессора и его союзников. И вполне возможно, что именно факт необратимого возмездия и станет тем решающим аргументом, который спасет все человечество от ядерного Армагеддона. Субтитры создавал DimaTorzok